Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали, да? И попробуем вам помочь. Хочется так. Замужем вы 19 лет, вам 42 года. Значит, замуж вы вышли 23 года. Вот, смотрите, вы пишете, что вышло просто потому, что пора замуж и удобно. Пора кому? Пора почему? В 23 года. Почему вы считаете, что в 23 года пора замуж уже? Ага, почему вы считаете, что для брака важно, чтобы было удобно? А как же любовь? Как же потребности? Ну, ваши, ваши потребности. Как же эмоции, чувства в каждой конце. Далее, знаю его с детства, и он противоположен моего отца. Бить точно мало никогда не будет. То есть вы выбирали его только потому, что он на фоне отца вашего лучшего. Вот, вот, еще не факт, что он лучше просто сам за себе. Вот. Значит, он лучше вашего отца. Просто лучше вашего отца. Но в таком случае, нужно понимать, что вы сравниваете. Вы сравниваете о том, каков ваш муж и каков ваш отец. То есть, условно говоря, нельзя выбирать мужа, ориентируясь на то, каким был ваш отец. То есть, даже противоположность отца, это все равно. Вообще, в нем вы видели своего отца. В нем вы видите отца. Если вы выбирали его, как противоположность. Ну, вот. Ну, вот, он с вами и живет, как отец. Получается. То есть, понимаете. Вместо того, чтобы работать над собой, чего-то добиваться, достигать самооценку, повышение и так далее, вы идете по наиболее легкому пути. И выбираете того, с кем вам удобно. Вот. Значит, так. Секс как-то сразу раз в неделю. Я к нему, он вечно устал. Детей я особо не хотел до 30 лет из-за материальных проблем. Так. Смотрите. Секс сразу раз в неделю. Вас это устраивало или нет? Если раз в неделю. Если нет, то почему соглашаются? Вообще, и что значит удобство? Понимаете, вот. В отношениях удобства, это брак по расчету. Вы признаете, что вам вступили в брак по расчету. То есть, вы признаете, что вы вышли из-за этого человека замуж только потому, что вам с ним удобно. А если вы это признаете, то это один вопрос, но тогда вникает следующий вопрос. А счастливы ли вы? Счастливы ли вы, вот, например, с этим, ну, с человеком, вот, с тем, с кем вы, с кем вы сейчас в браке? Потому что, например, у меня есть ощущение, да, что вы не счастливы в браке с ним. И тогда возникает опять же вопрос. Ну, хорошо. Допустим. Допустим, что вы вышли за него, потому что вам удобно. Ну, вы же тогда, получается, должны что-то для себя выигрывать от брака. А вы же, получается, ничего не выигрываете от брака. Вы же, получается, наоборот, испытываете только, что? Вы испытываете только, ну, раздражение, разочарование, негатив, да, получается. Вот. И, как бы, это важный момент. На самом деле, для, именно для вас, важный момент. Потому что важно понять, чем вы руководствуете при выборе мужчину, своего мужчины. Это вот такой ключевой момент, на мой взгляд. Потому что либо вы выбираете все-таки счастье, либо вы выбираете взаимовыгоду, ну, взаимную выгоду, да. И это, в принципе, вполне адекватно. Это адекватная позиция. Либо вы выбираете эмоции, то есть чувства, там, любовь и так далее. Это, в общем и целом, хорошая позиция. Она грамотная, она верная. Но вы не выбрали, получается, ни то, ни другое. Понимаете, в чем дело? Вы не выбрали, ни то, ни другое. Вы и обрекли себя на несчастье. Вы обрекли себя на несчастливую жизнь. С мужем. Со своим. Которого вы не любите. Ну, которого вы не цените, да. Вот. И, соответственно, вы не получаете от него ничего. Знаете, в чем дело? Вот. Вы не получаете от него ничего. И возникает тогда вопрос. Ну, вас же что-то привело к такой вот позиции. Да? Надо же что-то привело к такой вот ситуации. Вот. И надо бы понять, что именно привело. И почему привело. То есть вы говорите, что вот ваш отец вас бил. Отец занижал вашу самооценку. Получается. Значит, унижал вас. Принижал вас. Да? И это все не могло не стажаться на вас. Же. И я думаю, что это важный момент. И нужно обязательно его прорабатывать. Вам. Потому что отец воспитывал вас в принуждении. И вы, судя по всему, действовали тоже в принуждении. То есть вы свою жизнь выстраивали исключительно на... Выстраивали разу. Исключительно на том, что вот себя нужно приносить. Но это же деструктивная модель поведения. И вы несчастливы из-за этого. По этой причине. Так, значит. Ну, дальше. Каждый один... А, да. Сек закончился 10 лет назад. Вот это вот правило. Что он закончился 10 лет назад. Или нет? Соответственно. Там вы говорите, что ваш мужчина. Ну, что у него. Проблема. Да? Сексуальным здоровьем. Так, а он делал что-то, чтобы не было этих проблем у него? Он как-то лечил здоровье свое или нет? Или что? Как вы вообще решали-то эту проблему свою? Знаете, вот что непонятно. То есть вы либо решали эту проблему, либо муж сказал, что ну все, я секс не хочу. И все. А ты делаешь, что хочешь. Ну, если у вас ситуация в классе складывалась именно так, то это все очень печально. Потому что мужчина, он получается эгоистично себя повел с вами. И я думаю, что это не есть хорошо. Я думаю, что это не есть правильно. Именно по отношению к вам. И то, что вы позволили ему с собой так обращаться. То, что вы позволили ему так себя вести. Это говорит опять о том, что вы жертвуете с собой. Ну, как правильно вам сказал мой коллега, да? Вопрос в том, для чего вы жертвуете. Почему вы жертвуете? Ведь жертвуете, на самом деле, не нужно. Знаете, не нужно жертвуете для других. Вам нужно сперва в себя, в свои отношения выстроить адекватные. Потом уже только что-то делать для других. Понимаете, а вы, вы, как бы, действуете в ущерб себе. Но для других, а в итоге, сами, сами не получаете того, что вам нужно. И из-за этого страдаете. Потом. Ну, что, в общем, логично. И нормально. Так, значит, каждый один встает, один завтракает, один проводит вечер, он у компа, я за домашними делами, прогулка с собакой. Ну, опять же, опять же, опять же. Опять же. Вопрос. Вот вы проводите время. Как? Как-то. То есть, я понял, что жвете вы как соседи. Но, понимаете, а вашего мужа, вашего мужа, эта ситуация, она может устраивать полностью. Но она его устраивает, это его, как бы, право. Ладно, ну, не думайте о себе. Вас устраивает это? Ну, очевидно, очевидно, что нет. Очевидно, что не устраивает. Если вас это не устраивает, почему терпите? Зачем вам мужчина тогда? Кстати, знаете, я заметил в вашем тексте, что вы не желаете сами решения принимать за себя. То есть, вот, мальчик ваш, о котором вы пишете, он должен за вас все решить. То есть, он должен за вас принять решение. А вы так и говорите, что я не хочу, чтобы само решение не принимать. Вот бы муж мой уехал бы или ушел бы к любовнице. Вот бы я смогла бы тогда побыть с собой и квартира мне бы, например, досталась бы. Да, так вот вы говорите. Ну, и получается, что? Какая ситуация получается? Что вам нужна квартира. Да? Но вы не готовы ничего делать для этого, чтобы она была у вас. Квартира. Чтобы была у вас квартира. Вы не готовы. То, что она к ней вам принадлежит. По праву. Это вас, судя по всему, вообще никак не заботит. И не волнуют Но по крайней мере на достаточном уровне Чтобы вы Чтобы вы сказали Да это же моя Это же половина как минимум Моя или сколько у вас Я просто не знаю Вот и все Но вы этого не делаете Опять же Вы не решаете свои права Вы надеетесь что все Образуется как бы само собой Вот И получается что вы не несете ответственности За свое счастье А если вы не несете Ответственности за свое счастье То Кто должен нести другой кто-то А почему Кто-то другой должен нести Ответственность за Ваше счастье Зачем другим Нести ответственность за ваши святки. Понимаете? Какой момент? То есть вот это как бы основное. Это основное. Когда основное, то я вам хочу сказать. Вот. Дальше. Дальше. Так. Любовники были всего два. По многу лет оба развелись. И звали замуж. Не пошла, не жили. Ни мое, не любила. Заменились к женам. Ну, если у вас были любовники, значит, это точно невыдовлетворенность своей семьи у вас была. Ну, имела место быть невыдовлетворенность семьей вашей. Если была невыдовлетворенность, и вы ее никак не решали, то невыдовлетворенность не могла не копиться у вас. Вот. Значит, вот вы говорите далее. Давление родителей в 33 года надо. Надо. Давление родителей общества поста на ЭКУ. Зачем? Вот опять, знаете, не вы хотите. Вы говорите надо. Надо выйти замуж. Надо... У вас очень большой вес играет очень серьезный. Серьезную роль играют родители ваши. И физические, и внутренние. А при этом вопрос главный самый. Чего вы хотите? Вы сами своим желанием доверять вообще привыкли? Или нет? Очевидно, что нет. И правильно. Не привыкли. Потому что этому нужно учиться. Нужно учиться доверять своим желаниям. Нужно учиться привыкли к себе. Это работает, опять же, самооценки личных миров. Вот. Ну и вот, в принципе, так вот вам нужно двигаться. Потому что, по большому счету, по большому счету, чтобы я сейчас вам не сказал бы, И, что бы я вам сейчас не озвучил, все будет упираться в этом. Что вы говорите о том, что надо. Вот кому-то надо, там вот что-то, кому-то что-то надо. Но надо кому угодно, кроме вас. Вам-то не надо. И если вам не надо, если вам не надо, Так и не нужно тогда, соответственно, если вам это не надо. Знаете, от внутреннего родителя нужно избавляться. У мужа секса нет. У мужа, точнее, секса нет. Ребенка заводить надо. Хотя какой ребенок может быть в такой семье, да, на что вы его, как бы, обрекаете? Это вообще отдельную тема для разговора, да, на что вы его обрекаете, этого ребенка, жить вот в такой семье, как вот у вас, да. Это отдельный момент. То есть вы не думаете о ребенке как таковом, а вы думаете о том, что он вам нужен для того, чтобы выполнить свой долг, получается. Понимаете, проблема-то в чем? Именно в этом проблема, что у вас постоянно долги, у вас постоянно обязанности, у вас постоянно, как бы, обязательства перед другими людьми. Но при этом сами вы для себя, по сути, не живете и не привыкли жить. И вот именно это и нужно разбираться с вами. Учиться, определять именно, чего хочу я, почему я этого хочу, для чего я этого хочу, как изменится моя жизнь. Привыкать, так скажем, экологическое мышление, чтобы адекватно оценивать, как жизнь моя изменится, если я буду там вот делать то-то, 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 то-то или то-то. А у вас становится ощущение, что именно вот такого восприятия, такого восприятия себя нет. Вы не привыкли к экологической мыслить. И понятно тоже, собственно говоря, почему. Потому что у вас, ну, мужчины все это, по сути, отцы. Ваш отец, что муж, что другие мужчины. Вот, вы от них хотите именно любви. Вот, значит, ну, далее вы говорите о том, что врачи и психологи вытащили из меня. Что ребенка от своего мужа я просто не хочу, усыновлять даже в этой семье не хочу. Так, вытащили из моей книги где-то растут двойняшки. Одна очищающаяся женщина. Ну, в идеале вам, конечно, стоило бы уйти от мужа и самостоятельно воспитывать, как бы, детей. Вот, а не действовать так, как вот вы решили. Опять же, вы здесь пошли по самому легкому пути, как это видится мне. И это, опять же, не есть хорошо для вас. Потому что вы хотели ребенка, ну, или не хотели ребенка. Но, в любом случае, возможность завести ребенка была у вас. Возможность завести ребенка. А вы ее не использовали, получается. И, как бы, это тоже, в общем-то, может сказаться на вас. Это тоже может отразиться на вас. Это тоже может, как бы, негативно сказаться на том, как вы будете себя позиционировать дальше. То есть, вы нереализованы. Вы опять сделали так, как нужно было сделать. А не так, как, например, хотели вы. Далее, вы говорите о том, что, значит, психологи вы решили из вас, что ребенка вы не хотите. Значит, с психологами вы уже работали, и, судя по всему, не одним раз. Тут тоже вопрос возникает сразу. Если вы работали с психологами, и не один раз, то получается, что у вас нет постоянного психолога. Но консультироваться, если мы говорим именно о консультировании психологическом, то консультироваться, то нужно с кем-то конкретным, с кем-то одним, а не с многими. Почему вы говорите, что психологи во множественном, как бы, числе? Это вот тоже довольно плохо. То есть, кажется, ощущение, что вы сами не можете выбрать себе психолога, с которым вы работали бы на постоянной основе, искать, который бы реально, ну, реально дал бы вам то, что нужно. То есть, помог бы вам, во-первых, раскрыть себя, да, во-вторых, научил бы вас. В-третьих, вы бы с ним, значит, научились доверять себе, вас и доверять ему. Он бы обучил вас более, такому, ценностному отношению к себе и так далее. Причем, причем, желательно, чтобы это был мужчина, понимаете, а не женщина, чтобы вы устроили отношения именно с мужчиной адекватных, вот. Ну и, собственно, такое ощущение, что вы сами, вот, вообще не привыкли к тому, что, чтобы действовать по своим желаниям. Соответственно, этому тоже нужно вас учить. Но это процесс, это работа. И это не быстрая работа, к сожалению. Я вам честно говорю, как есть, что это длительная работа. И на быстрый результат, на быстрый результат, надеяться здесь не нужно. А у меня, опять же, сложилось такое впечатление, что вы, когда, вот, ну, говорите психологи, вы, как бы, обращаетесь к ним просто как к врачу. Вот, да, к врачу пришел, ага, значит, поработал с врачом, да, немножко, он таблеточки выписал, и все, и нормально. Вот, нет, это так не работает, к сожалению. Вот, это так не работает. Дальше, значит, ну, собственно, далее вы говорите, сама была очень нечастлива, поэтому такого не своему не хочу. Так станьте счастливой, станьте счастливой. Вы не станете более счастливы с своим мужем, вот, с тем, которым вы живете сейчас. И с мальчиком вы тоже счастливым не будете, потому что, ну, во-первых, за него уже все решили, во-вторых, вы его полностью не принимаете, в-третьих, вы людям не доверяете. Вот. И вы не станете, не станете счастливыми с ним. Далее, значит, муж живет своей жизнью. Так, далее он говорит, вот, три года назад депрессия, кризис среднего возраста, суициды, психушка. А диагноз какой? Мысль разочтись. А кому я нужна в таком возрасте? Себе. Себе выносны. Главное, чтобы вы не были в себе. Если вы не на себе, вы никому не нужны. А если родители живут в тюрьму, но она обеспечивает их, а мне уже только осталось похоронить их и самой пора. Но это у вас какие-то не существенные деструктивные сценарии, потому что вы же не повыслили, опять же, случат своих желаний. Случат свои желания. Вот. Вот вам на себя денег жалко. Это тоже с низкой сумасынкой и, ну, отсутствие границ. Скандал нет дома. Вы не говорите, чего вы хотите. Вот. Ну, он с вами из жалости. Вы это, получается, принимаете. Он с вами из жалости. Вот. Ага, значит. Ну и далее, далее мы говорите про мальчик. Вот. С мальчиком у вас, может быть, действительно любовь, может быть, страсть внимательна. Важно другое, что этот парень показывает вам, какую может быть жизнь. Там, в этой жизни, нет каких-то норм, каких-то правил, таких заранее заданных. Есть просто желание. Он хочет быть с вами. Это главное. И плевать ему на возраст ваш, на его возраст. И так далее. Он просто хочет быть с вами. Это его выбор. Так уважайте же выбор его и подводьте выбирать себе. Не позволяя выбирать себе, вы не оставляете выбора другим. Понимаете, в чем дело? И не оставляя выбора другим, вы, естественно, лечаете себя адекватных отношений и счастья. Именно счастья женского в узком смысле этого слова. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Да, то есть любовь возможна. Между вами все возможна. Даже если невозможно, то он показал вам, что можно быть счастливой. И, собственно, вы цепляетесь за него так, именно потому, что он для вас ключик к счастью. Но если вы не поменяете свои взгляды и поведение, то и он станет таким, как ваш муж. Будет с вами из жалости. И все. И вопрос в том, хотите ли вы этого для себя или нет. И не надо никого случить. Ни родителей, ни кого-либо другого, ни обществу, ничего. Нужно случить только себя. И этому нужно учиться. Уверенность, самооценка, возможность выбора и так далее. Четкая система ценностей. Важная система ценностей. А не ценностей автора. Я не знаю, как вы работали с психологами до этого, но рекомендую вам длительную регулярную терапию с одним из, хотя бы, наших специалистов. Обращайтесь. А если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. И так же далее. Подождите. Т 항р frick. Продолжение следует...